Авторские модели женской одежды, этнографические костюмы русских губерний, коллекция фарфоровых кукол и даже платья императрицы Александры Федоровны – все это часть выставки швейных работ, прошедшей в Нижнем Новгороде. Экспозицию подготовили преподаватели и студентки колледжа «Добрая школа» на Сольбе, приехавшие в Новгород из Ярославской области. Мы находимся на территории Крестовоздвиженского женского монастыря Нижнего Новгорода. Сюда приехали студентки колледжа «Добрая школа» на Сольбе. Специальности конструированы, моделированы в технологии швейных изделий из Николасольбинского женского монастыря Переславской епархии. Нас пригласили сюда с нашей выставкой. Здесь есть воскресная школа, очень много учеников, которые заинтересовались нашими работами, нашим колледжем. Мы приехали сюда, чтобы наглядно, воочию показать наши манекены с работами и плюс еще провести мастер-класс. На выставке были представлены авторские модели женской одежды, этнографические костюмы русских губерний, коллекция сарафанов на ростовых и масштабных манекенах. Посетители выставки познакомились с реконструкцией исторических костюмов эпохи Средневековья XII и XIV веков. И все это работы студенток Сольбинского колледжа. Я в большом восторге от выставки, потому что я здесь увидела настоящую историческую реконструкцию костюма, и меня это очень потрясло. Даже не подумала, что это могли шеи сами девочки. Платье императрицы Александры Федоровны. Одно бальное, другое визитное. Прошлой осенью работала выставка гения вилки, ее икоха Надежда Машина. Уникальный был дизайнер, ну можно сказать художник-мобильер еще царских времен. Она одевала всю царскую семью, весь двор одевала. И нас попросили сделать макет, чтобы они в виде макета сидели. Для нас очень удивительно, что все эти экспонаты, уникальные модели одежды, созданы руками молодых студентов, девочек Николаса Сольбинского монастыря. И у наших воспитанниц, у них зажглись глаза, потому что настоящая красота, настоящая женская такая духовная красота, она не может ни восторгать, не может ни радовать. В колледже недавно была введена дисциплина художественная роспись тканей, где студентки обучаются искусству батика. У нас просто уникальный преподаватель, она им показала, она нас тщательно, подробно объясняет, что должно быть. И вот в результате, через три недели они вышли, у нас такие результаты. На выставке был представлен новый проект «Сольбинские платки». Узоры сделаны вручную в технике батик. Мотивами для росписи платков послужили элементы росписи монастырских храмов. Для учащихся воскресной школы преподаватели колледжа провели увлекательный мастер-класс, на котором ребятам предложили создать собственную модель православного женского платья методом аппликации на коллаже с видами крестовоздвиженского монастыря. Детям рассказали и наглядно показали, как можно украсить платье, сделать головной убор. На мастер-классе каждый мог проверить творческую инициативу по подбору цвета и рисунка ткани, смоделировать форму изделия, подобрать украшения. Дети с энтузиазмом взялись за работу и подключили к ней своих мам. Очень увлекательная, спасибо большое за такую возможность, за такой мастер-класс. Детям очень нравится, да, увлеклись, и мы вместе с ними увлеклись. Мне очень понравилось, что мы делаем сами для куклы одежки, это как из ткани делается, из настоящей. У тебя получилось? Да, у меня очень приятно, и очень красиво. Мне очень понравился этот мастер-класс, потому что мы такую юбку сами делали. У меня вот получилась какая-то юбка такая. Мне понравилось то, что с вами можно придумать все. Спасибо большое, что сюда приезжали. Во время мастер-класса все получили заряд бодрости и море ярких эмоций. Такие выставки и мастер-классы играют большую роль в эстетическом воспитании детей, формируют понятия об истинной красоте и гармонии женского образа.